Всем привет, мои дорогие друзья! И сегодня такое незапланированное видео. Я вообще не думала его снимать, но так получилось, что на этих днях я побывала на ярмарке Non-Fiction 22. Это ярмарка интеллектуальной литературы, которая проходит с 24 марта по 28 марта 2021 года включительно. И если вы посмотрите это видео сегодня, то вы еще успеете посетить ее завтра. Она проходит в Москве, в гостином дворе, и в этом видео мы отправимся с вами в путешествие на эту ярмарку. Я совсем немного, но поснимала для вас книги, которые были, но было представлено масса разных и различных издательств. Компас Гид, Фантом Пресс, мой любимый, Аркадия, АСТ, очень много. Это я так назвала самые популярные, а там были еще малоизвестные. Приезжали из разных городов другие книжные издательства. Там проводятся каждый день лекции различные. К сожалению, на лекциях я не была. Я вообще попала туда за два часа до ее закрытия. Я просто уже бежала после учебы, была уставшая, чтобы успеть. И я просто там отдохнула, я туда зашла и просто окунулась в эту книжную атмосферу. Атмосфера там замечательная. А миф, конечно же, издательство там тоже было. И очень много там скидок, там 20% скидок, там где-то есть распродажа. Там есть еще отделы с букинистикой отдельно. Просто масса различных книг. И вот те книги, которые я купила, они мне вышли даже дешевле и выгоднее, чем я бы купала на Лабиринте. Я везде, конечно, сравнивала, чтобы не переплачивать. Но вот то, что я купила, мне вышло выгоднее. И поэтому давайте сейчас отправимся на ярмарку вместе с вами. Я покажу вам немного небольшие кусочки оттуда. А потом я расскажу про те книги, которые я приобрела. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Девушка, которая находится рядом с ним Помогает ему не забыть, помогает ему рассказать все, что произошло Что выявление, что его жена находится в тюрьме, и что происходит Вот я так поняла, будет рассказано в этой книге Повисование идет от трех лиц От девушки, от мужчины и от его жены вроде как И всё это происходит на фоне тяжёлых жизненных условий Северного Айдаха, вы знаете, я очень люблю, когда связано с природой, с местом жительства, книга, и также про Аляску, про болото, про раков, но мне кажется, что-то будет очень интересное, но говорят, что книга тяжёлая, не знаю, посмотрю, может она захватит. Кстати, она заняла лауреат Международной Дублинской премии, и очень у неё много наград остальных, поэтому я прям очень хочу прочитать. А ещё отдельный вот просто плюс, отдельная благодарность из-за Фантом Пресс за такую чудесную обложку. Вы не представляете, какая она приятная на ощупь. Это что-то, ну вот, допустим, там, где раки поют, они у меня очень быстро как-то истрепались и стали не очень приятны на ощупь. А это просто тактильное удовольствие её держать в руке. Я надеюсь, что и по чтению она тоже доставит огромное удовольствие. Следующая книга, мне кажется, не менее сильная по содержанию, это Дамба Микаэля Ниэми. К этому автору я не знаю, как относиться, потому что у меня очень странные чувства после прочтения его книг. Одна книга мне совершенно не понравилась, это популярная музыка из Витулы, и одна мне очень понравилась, это сварить медведя. И я не знаю, что ожидать от этой книги, но сюжет меня очень заинтересовал. Несколько месяцев плил беспрестанно дождь, людей спасала Дамба, но она разрушилась, вода прорвала эти бетонные стены и просто, ну, людей затопило. Нам рассказывается о разных людях, о какой-то молодой художнице, о женщине, которая только что узнала, что ждёт ребёнка, о пилоте, который решил покончить жизнь самоубийством. И их всех сплетёт, это одна большая трагедия, и вот эта вот мозаика эмоций и мозаика людей соберётся вот в этой одной книге. Мне кажется, это будет очень интересно, и возлагаю надежду на эту книгу, я надеюсь, что «Фантом» меня не подведёт, и «Микель и Неми», я надеюсь, что тоже, потому что после «Сварить медведя» я была под глубочайшим впечатлением. Я надеюсь, что... Ну, не сложилось у нас с одной книгой, но дальше, я думаю, всё пойдёт хорошо. И следующая книга, которую я тоже очень хотела, это «Ветер западный» и «Саманта Хабель». Когда я её прочиталась, я такая сразу подумала, очень похожа на «Сварить медведя». Я когда вам сейчас расскажу сюжет, вы поймёте, почему. 15 век, какие-то леса Англии, небольшая деревушка, и с утра приходит весть, что богач умер. То ли это самоубийство, то ли это убийство, никто не знает, и священник берётся за это дело и начинает расследовать. Ну, очень похожа, да, на «Сварить медведя». Не знаю, как пойдёт дальше на самом деле, будет похожа или нет, но поскольку та книга мне очень понравилась, я решила, что эту книгу я тоже обязана взять. Тем более, другой автор, мне интересно познакомиться. Тут написано, что это настоящий подарок для любителей интеллектуальной литературы, поэтому я надеюсь, что в скором времени я её прочитаю и буду уже рассказывать вам про неё на канале. Следующая книга — это «От Ван Гога до Гогена». У меня уже была книга по лекциям Паолы Волковой от Манеды Ван Гога. Мне она очень понравилась, потому что тут было очень много иллюстраций, очень было интересно её читать, и было всё понятно про импрессионистов. И поэтому я, когда увидела, там были ещё много лекций именно Паолы Волковой, там именно про Босха самого, ещё какие-то... Вот, но я решила продолжить уже своё знакомство с художниками и купила эту книгу. Тем более она тоже вышла с большой скидкой, там, по-моему, было 20%, поэтому я её взяла. И я надеюсь, что она мне так же понравится, как и первая книга. И следующая книга, и последняя, которую я приобрела, — это «Мечтатели Бродвея» от издательства «Компас Гид». Я на эту книгу уже давно-давно смотрела, и давно её хотела купить, но что-то она прям дорогая, но она такая здоровая, вот. И я смотрела на неё ещё на литературе, когда приезжала книжная ярмарка, вот. И тогда мне ещё ребят из «Компас Гид» советовали её, но тогда я не взяла, тогда я взяла другие книги. И вот сейчас я опять встретила Сашу из «Компас Гид», и он сказал, всё, однозначно, бери, теперь уж точно. Я говорю, а как у Нептула-то везти эти все книги? Он говорит, ничего, довезёшь. Поэтому я взяла, и ещё там, если вы в Инстаграме сделаете историю, то вам 10% скидка будет. Ну, всё, точно надо брать, поэтому ещё она выходила намного дешевле, чем заказывать с сайтов, с лабиринтов. И я решила её взять, и надеюсь, что я не пожалею. Книга нам рассказывает о Нью-Йорке, 50-е годы, 20-го века. Это Нью-Йорк, полон джаза, музыки, и его покорять приезжает молодой парень, где как не учиться музыке на родине джаза. И у него есть ещё три замечательных соседки. Это девушка, которая собирается стать моделью, актрисой, и девушка, которая танцует. Мне кажется, это очень атмосферная книга, причём каждая глава, она идёт по названию «Песня», вроде как. И чтобы настроиться на этот лад, можно прям включить вот эту вот песню. Ещё было бы неплохо, если бы был виниловый проигрыватель, и можно было её включать на пластинках. Но будем довольствоваться пока что просто телефоном, и будем читать. Но я думаю, я оставлю её, наверное, поближе к лету, потому что объём большой, и сейчас я просто не успеваю всё прочитать, что хочу. А на этом всё, я надеюсь, вам понравилось это видео, я, наверное, понравилась попутешествовать вместе со мной на ярмарке Non-Fiction. Оставляйте комментарии, оставляйте, кто был на этой ярмарке, и что вам понравилось больше всего. А если вы ещё не были и живёте в Москве, то бегите, завтра последний день, и я надеюсь, вам очень понравится. Я вас всех очень люблю, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok